Это белое 14-е и стало целью угонщиков. Глядя на раскуроченную электропроводку, догадаться, каким образом, скорее всего, угнали машину, нетрудно. А сделали это двое нижниканцев. За рулем был молодой человек. На этих кадрах он дает показания сотрудникам ГИБДД. А позже в беседе с журналистами вину полностью отрицает. Ты же знаешь, вот я сейчас пишу, что ты меня отвлекаешь, я сейчас пишу, я отвечаю уже людям. Ну и нам бы пару слов сказали. Так я же не отвлекаю параллельно. Я тебе говорю, я еще ничего не буду. Ну то есть вы машину не угоняли, правильно? Не угонял, да. А вы можете сказать, по какой причине тогда здесь оказались сейчас? Почему вас задержали сотрудники? Я лично ничего не буду говорить. Подельников было двое. Они сели в чужую машину возле развлекательного центра. Захотели покататься. После угона хозяин авто обратился в полицию с заявлением и поймать угонщиков удалось менее чем за час. Известно, что в момент совершения преступления водитель был пьян. С него уже взяли подписку о невыезде. Ведь он фигурант уголовного дела. По статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова